Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня предлагаю немного взглянуть на Западный фронт в 1945 году. К началу года орденская операция немецких войск провалилась. Рейх испытывал трудности с топливом и был уже далеко не тот, что летом 1943 года под Курском. Так что союзникам повезло, что они не столкнулись с этим зверем. Африку и Италию всерьез не берем. Там было, как сейчас принято говорить, относительно лайтовенько. Если, конечно, так можно сказать про войну. При этом в Берлине не отчаивались и не паниковали, готовясь встретить новый 1945 год в наступлениях. На скорый крах Рейха к маю этого года никто не рассчитывал. Враг был силен, хитер и опасен. На Восточном фронте немцы решают деблокировать Будапешт, а на Западном, дабы дать возможность отступить своим войскам из Орден, они проводят наступление под Страсбургом. При этом Восточный фронт, не считая Южного фаса, находился в практически замерзшем состоянии. В декабре паводком посмывало наши переправы на Висли и предстоящее наступление откладывалось. А пока было затишье и с наших позиций раздавалась музыка, глушившая двигатели подходящей техники, которую немцы наивно считали пропагандистской и включали в ответ свою, улучшая нашу звукомаскировку. И пока было так, немцы в ночь на 1 января 1945 года начинают наступательную операцию «Северный ветер». Кстати, в этот день немцы начнут и деблокировать Будапешт. 2 января фашисты продвигаются на 30 километров вглубь обороны союзников, что явно отставало от планов. Американцы даже решаются отвезти войска, но против этого выступает Деголи. Немцы наращивают давление, пытаясь выйти к Страсбургу. Поэтому 6 января 1945 года Черчилль, помнящий эффектное наступление немцев в Орденах, обращается к Сталину. С просьбой начать наступление на Восточном фронте. Хотя дела у союзников были и не так критичны. Выступ в Орденах они к этому моменту уже ликвидировали. Но вот наступающие немцы на юге их явно беспокоили. Тем более силы были у немцев весьма внушительные. Поэтому несколько раньше запланированного, 12 января 1945 года, с позиции Красной Армии заиграл новый гимн Советского Союза. Последние аккорды которого были сигналом карт подготовки. Начиналась Висло-Одерская наступательная операция, которая развивалась лавинообразно. И 30 января 1945 года советские войска, форсировав Одер по льду, захватывают плацдарм в 70 километрах от Берлина. Где Красную Армию останавливают части, прибывшие с Западного фронта. Это было явно лучше изначально ожидаемого выхода к польско-немецкой границе 1939 года и означало скорейшую кончину Третьего Рейха. А Сталин в феврале 1945 года, имея по сути козыри на руках, спросит в Ялте, кто будет брать Берлин. Мы или союзники? А на этом у меня всё. Всем желаю крепкого здоровья. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин